МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предвыборные страсти накаляются. В Одессе совершено нападение на агитпалатку одной из политических сил. Мафом современный вид. На встрече с мэром предприниматели поддержали идею единого образца малых архитектурных форм. Очередь сокращается. В Ильичевске открыли новый корпус детского сада. Вы смотрите новости G-News. Это реальные события города и страны. В студии для вас работает Анна Полякова. Здравствуйте. Очередная предвыборная провокация. В Старобазарном сквере подожгли агитационную палатку оппозиционного блока и избили кандидатов в депутаты от данной политической силы. На место происшествия выехала следственная оперативная группа Приморского райотдела милиции. Подробности собирала Екатерина Чубан. Инцидент произошел около 10 часов утра. Именно в этот момент кандидат в депутаты городского совета Андрей Бондарчук решил проверить работу своих агитационных палаток. Чуть позже к нему подошло четверо неизвестных, трое из которых были в балаклавах. Один из них разлил на палатку неизвестную жидкость и поджег ее. Пострадал и сам кандидат. Его уже доставили в 11-ю горбольницу. На данный момент проводится следствие. По словам представителей политика, это уже третье нападение на палатку. Два предыдущих удалось пресечь, а вот последнее оказалось более дерзким. Кандидат в депутаты был сильно избит. По словам очевидцев, спас политика от серьезных повреждений его же соратник. Мужчина вовремя заметил неладный и подоспел на помощь. Обстоятельства происшествия и причастные к правонарушению лица устанавливаются. На данный момент жизни и здоровью Андрея Бондарчука ничего не угрожает. Екатерина Чубан, Александр Кремлев, новости G-News. Малые архитектурные строения имеют право на существование в Одессе. Но с оговоркой, их внешний вид должен быть выдержан в едином стиле. Представители малого и среднего бизнеса собрались во дворце моряков, чтобы обсудить волнующие их вопросы с мэром. К чему пришли, смотрите далее. Одессе – качественный бизнес. Начали с мафов. За последний год свой внешний вид изменил не один такой объект. В будущем грядут дальнейшие перемены. Основная задача – сделать так, чтобы были условия равные, чтобы у вас была здоровая конкурентность. Вот эта стихийная торговля, нужно ее убирать, потому что это кроме Холомеса, такого в городе, ничего хорошего не несет. И антисанитарию. Есть у нас проекты. Вот такими отдельными схемами и проектами, согласовав с предпринимателями, которые ведут свою деятельность, мы будем поэтапно наводить порядок в городе. На упорядочение деятельности предпринимателям обещают дать столько времени, сколько им будет необходимо. Сами бизнесмены не против изменений, видят их положительные стороны и готовы сотрудничать с городскими властями. Мало того, что оно в едином архетипе будет находиться, улучшить внешний вид города, улучшить качество продукции, мы сможем зайти в нормальный чистый магазин и увидеть, насколько где мы покупаем тот или иной товар. И мало того, таким самым путем они убирают с нас еще проблему каждый год хождения в управление торговлей. Когда новый архетип, документы продлеваются как минимум на три года, а если это какие-то большие грандиозные сооружения, то на все семь лет. Нас всех волнует, во-первых, отношение городской власти непосредственно к предпринимателям. Это очень важно, потому что если к нам со всей душой, то и мы, конечно, выкладываемся в свои деятельности и со всей душой к проблемам города и к проблемам жителей этого города. Городской голова отметил, что малый и средний бизнес – один из самых главных экономических оплотов города, поэтому и в дальнейшем пообещал вести открытый диалог с предпринимателями. Чем ближе выборы, тем дороже доллар, а вот гривна обесценивается. В официальных курсах валют Нацбанка за один зеленый уже дают 22 гривны 60 копеек. В обменниках валюта еще дороже. В Одессе доллар США в покупке в среднем взлетел до 23,40, а в продаже – до 24 гривен. В некоторых обменниках зеленый стоит 24,10. Еще один детский сад открыт в Одессе. Дошкольное учреждение на Вильямса 5 распахнуло свои двери после капитального ремонта. Детский сад рассчитан на 120 малышей. Подробности далее. Детский сад номер 165 был открыт в сентябре 1965 года. За прошедшее полвека здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Дошкольное учреждение находится в частном секторе. Оно не имело централизованной канализации и отапливалось углем. Также большой проблемой стал просевший потолок в нескольких помещениях детских групп. Детсад в свое время был включен в областную программу развития социальной инфраструктуры Одессы на 2013 и 2016 годы. На его реконструкцию планировалось выделить 10 миллионов гривен из областного бюджета и 10 миллионов из государственного. Однако эти планы так и остались на бумаге. В июле прошлого года руководство садика обратилось за помощью к одесскому городскому голове. Ответ не заставил себя долго ждать. Уже 18 августа 2014 года дети были перераспределены в другие детсады. Затем началась подготовка к капитальному ремонту помещений. И вот год спустя долгожданное открытие. Когда Геннадий Леонидович увидел все то, что здесь было, он очень проникся. И результатом этого есть то, что мы находимся с вами сейчас в новом учебном заведении, которое вместе. Здесь нельзя говорить, что кто-то один сделал. Здесь одна большая команда. И, конечно же, этого всего бы не было, если бы Геннадий Леонидович не принял на тот момент такое важное и судьбоносное решение для нашего учебного заведения. Малыши со своей стороны в этот праздничный день приготовили гостям свои подарки в виде стихов, песен и танцев. У детей веселый взгляд, мамы рады, папа рад, нам сегодня подарили самый лучший в мире сад. Сад красивый со всех сторон, за год наш сад возведет. С каждым трудом всем спасибо за подарок в детворе. В новом доме так красиво и внутри, и во дворе. Со мной везде твое небо и море, Одесса. Ты все мое, ты всюду со мной, Одесса, мой город родной. Детский сад рассчитан на 113 детей. В нем отремонтированы все комнаты, оснащены новой мебелью, созданы игровые и спортивные площадки, а также обновлен пищеблок. Одесский городской голова Геннадий Труханов доволен проделанной работой, ведь то, что было еще год назад, ставило под угрозу жизни детей. Мы же провели целенаправленную работу, сделали в кратчайшие сроки проект и поставили перед собой задачу к новому учебному году, чтобы дети вернулись в этот детский сад. Наша задача была как можно быстрее вернуть детям до школьного учреждения, что мы и сделали. Сегодня это абсолютно обновленный, новый детский сад, перестроенный полностью, безопасный. Мало того, в этом детском саду не было канализации, не было газа. Мы смогли подключиться и к канализации, и завести сюда газ. Я считаю, что проведенная работа действительно сегодня впечатляет совершенно новые условия для деток. Тепло, светло, безопасно. В ближайшее время в Одессе планируется открыть еще три детских сада. Ликвидировать очереди в детских садах удалось и в Ильичевске. В городе открыли новый корпус дошкольного заведения. В обозримом будущем новоселье готовят и школьникам. В городе-спутнике Одессы уже началось строительство новой гимназии. Все детали в следующем сюжете. Очень приятно познакомиться. Так представители партии «Солидарность» блок Петра Порошенко познакомились с воспитанниками детского сада «Горобинка». В Ильичевске открыли новый корпус дошкольного заведения. И теперь в растущем городе очереди в садик больше нет. Символичный ключ от третьего корпуса вручил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Страна меняется, появляются новые объекты, такие замечательные, как этот детский садик. В Ильичевске полностью удовлетворена потребность в детских садиках для всех жителей города. Это первый город в Одесской области, где этого удалось достичь. Но я уверяю вас, мы это сможем сделать везде. Областной совет передал дошкольникам мультимедийный комплекс и развивающие игры. Я думаю, что это будет показателем не только потому, что на него должны равняться другие, а показатель тому, кому должна помогать областная власть. Помогать надо в первую очередь тем, кто вытягивает всю Одесскую область, является примером. Мэр Ильичевска и вся команда партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко уверены, все усилия должны быть направлены на созидание. Мы прагматичные люди. Нам нужно не заниматься политесом, нам надо заниматься созиданием. Вот то, что самое главное в нашей жизни есть. Школы, детские садики, фабрики и заводы. Политики посетили Ильичевский стадион – первоклассный спортивный объект. Готов? Этот стадион был построен пять лет назад силами нашей мэрии Валерием Яковлевичем Хмельнюком. Это обычный стадион, наши дети привыкли. Здесь, как видите, и волейбольная площадка, и баскетбольная, и футбольная. В Ильичевске уже началось строительство новой гимназии. Учебное заведение войдет в плеяду лучших в Украине. Я на риску страду, где вы пола сказками, где все еще лучшее, у нас в мире идти. Одну из главных достопримечательностей Одессы – Потемкинскую лестницу – реставрируют. Произойдет это в следующем году. В данный момент проект проходит государственную экспертизу в филиале государственного предприятия «Уоргостройэкспертиза». В частности, планируется выполнить гидроизоляцию ступенек, а также восстановить сквозную проходимость туннелей и усилить верхние стенки Приморского бульвара. Напомним, Потемкинская лестница – это памятник архитектуры национального значения. Счастливое детство возможно только благодаря заботе взрослых. У жителей Люздорской дороги 121 праздник. Детская площадка получила второе рождение. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Площадка блестит яркими красками. Она недавно покрашена. Вдобавок, еще две новенькие качели уже радуют ребят. Теперь не придется становиться в очередь, чтобы покататься. Ведь ребят в домах по Люздорской дороге живет немало. Мы очень благодарны всем домам, Петру Моисеевичу, за то, что он помог нашему дому реанимировать нашу детскую площадку. Сделал нам скамейки, где можно теперь отдохнуть, посидеть, посмотреть за детками. Все покрасил. Нам очень приятно, что нас не оставили, что прислушались к нашим просьбам. Спасибо ему огромное. Мы живем на Люздорской дороге 121, и много деток у нас маленьких, которые выходят с бабушками, с мамами, а качель мало, и они стоят как будто в очереди и ждут, когда освободится качелька. Мы очень благодарны, что вы нам добавили еще две качельки для наших правнуков, внуков и наших деток. На обновленную площадку пришли детки и их родители. Сегодня здесь играет музыка, а малышам устроили развлечение. Повсюду игрушки из воздушных шариков, летают разноцветные мыльные пузыри. Ко мне неоднократно обращались жильцы различных домов по Люздорской дороге, Александра Невского. И вот, в частности, по просьбе жильцов дома 121 по Люздорской дороге, они обратились к просьбе восстановить им детскую площадку, привезти дополнительное оборудование, качели. Потому что действительно большое количество детей, слава богу, у нас подрастает. Праздник удался на славу. Малыши с удовольствием танцевали и принимали участие в интересных викторинах и конкурсах. А за свои старания получали призы. Мариана Славова, Игорь Максименко, Новость Джиньюс. Подпольный цех по изготовлению одежды и аксессуаров под логотипами известных торговых марок разоблачили в Одессе. Работало тут 30 человек. Все граждане Украины. Изъято готовая для реализации продукция. Часы, кошельки, сумки, бижутерия и другие изделия известных брендов. Здесь же функционировал интернет-магазин для продажи контрафактных изделий. Документов, подтверждающих право на использование торговых марок на изделия, у владельцев производства не было. Это уже восьмой подпольный цех, обнаруженный в регионе с июля по октябрь. В большинстве из них работали незаконные эмигранты из Вьетнама. Лучшие из лучших. Спортсмены, медики, педагоги, академики, журналисты и военные. В Одесском областном совете отметили талантливую молодежь. Свои награды юноши и девушки получили за личные достижения в различных сферах общественной жизни. Как это было, готова рассказать Екатерина Чебан. Владимиру всего 16 лет. 10 из них он активно занимается боксом. За это время успел завоевать немало наград. Теперь его труды отметили и в областном совете. Я, правда, много работаю. Каждый день на тренировках, по две, по три тренировки даже. Езжу на соревнованиях. Каждый месяц стараюсь выступать, показывать какие-то результаты. Чтобы добиться этой мечты, надо стараться, тренироваться. И вот будем продолжать в том же духе. Ежегодная премия Одесского областного совета – это еще один повод показать. Наш регион действительно полон талантливой молодежью. Убежден в этом и Михаил Шмушкович. Мы награждали целый ряд номинаций. Очень приятно. Вот можно сегодня выделить научные достижения, спортивные достижения, которые действительно важны, которые пославляют Одесскую область, не умаляя абсолютно всех остальных. Это очень большие люди, которые особенно в районах Одесской области, которые проводят общественную работу, врачи, учителя. То есть можно перечислять и перечислять. На самом деле очень приятно, что все номинации были заполнены. И в каждой номинации мы действительно кого-то наградили. Председатель облсовета пожелал юношам и девушкам не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и продолжать трудиться на благо региона. Успехов и удачи. Всего самого наилучшего. Развивать свои достижения и дальше помогать нам в развитии нашей области. Екатерина Чабан, Александр Кремлев, новости G-News. Игра в райцентре. Ветераны сборной Украины по футболу впервые приехали в гости к спортсменам Раздельной. Товарищеский матч состоялся на местном стадионе. За баталиями на поле наблюдали наши корреспонденты. Город Раздельная. Приезд ветеранов сборной Украины по футболу стал для местных жителей настоящей сенсацией. Пригласил спортсменов в райцентр народный депутат Украины. Петр Христофорович Чилиби. Мы много лет с ним дружим. Причем дружим не на теме какой-то, так сказать. Мы просто по-человечески с ним дружим. Мы понимаем, что такое спорт. Мы понимаем, что сегодня за непростое время, когда нужно просто своими какими-то поступками, правильными поступками. Победит сильнейший. Победит Украина. Потому что Украина понад усе. На стадионе собираются зрители. И вот товарищеский матч начинается. В футбольном поединке столкнулись ветераны спорта. С главной задачей показать хороший футбол ветераны спорта справились, говорит тренер ветеранов сборной Украины. Эта игра такая была дружеская. Не надо было нервничать. Играли. Хотели показать хороший футбол, чтобы были забиты голы. Я думаю, победила дружба. Я думаю, ребятам безраздельно было приятно играть со звездами футбола. Главное, что все произошло без травм, вы знаете. Я думаю, праздник удался. Спасибо Пресману Александру Семеновичу. Это благодаря ему. Мы приехали. Товарищеский матч закончился победой ветеранов сборной Украины. Футболисты обыграли команду раздельной со счетом 1-3. Ну а для местных жителей гости устроили настоящий праздник. Александр Семенович проводит, конечно, праздники не впервые. Достаточно удачно, всегда ярко. Но сегодняшний праздник, я думаю, значение имеет большое, потому что только люди, меценаты вокруг себя собирают, показывают, как надо отдыхать, как надо проводить время. Ну и сами в этом участвуют. Светлана Пензова, Анастасия Тютерева, Александр Кремлев, Новости, G-News. Настоящий студенческий бал, полонез, вальс, а также награждение лучших преподавателей и студентов. Международный гуманитарный университет отпраздновал свое 13-летие. Торжество проходило в стенах театра музыкальной комедии. Там побывали и наши корреспонденты. Праздничный вечер в честь 13-летия Международного гуманитарного университета торжественно открывает полонез от дебютантов бала. Университет – это одна большая семья. Не зря же говорят, что студенческие годы – самые лучшие. Чтобы каждый почувствовал себя в родной семье. Чтобы вы почувствовали, что университет – это то место, где мы не только работаем, но и отдыхаем, веселимся, общаемся друг с другом. Гуманитарный университет в Одессе действительно международный, говорят его студенты. Наш университет собрал представителей разных культур, разных наций. Мы изучаем всевозможные языки. И наши студенты являются, наши выпускники, наши студенты, и имена мы слышим из разных стран. Из разных стран, разных телеканалов, разных городов. Это показывает также уровень и то, что мы слышим в России, и на нашем университете. Пришел поздравить студентов и преподавателей Международного гуманитарного университета и Одесский городской голова. 12 лет Международному гуманитарному университету – это дата. Это дата, это уже событие. То, что уже проверенное десятилетие, второй десяток существования Международного гуманитарного университета, хотя еще совсем недавно это все вроде бы начиналось. Те условия, которые создали в этом университете, благодаря усилиям президента, благодаря университету, благодаря ректорам, профессорско-преподавательскому составу, они, конечно, сегодня на уровне международного. Классы, аудитории, материально-техническая база. Все создано для того, чтобы студенты получали качественные знания. Лучших преподавателей вуза наградили почетными дипломами. Памятным знаком отметили и мэры Одессы. Светлана Пензова, Игорь Максименко, Новости, G-News. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу, 23 октября, в Одессе и области будет облачно с прояснениями. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся во свояси. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Достаточно комфортной для этого времени года будет и температура воздуха ночью. 6-8 тепла, днем от 12 до 14 градусов со знаком плюс. На автодорогах области утром дымка. Видимость 1-2 километра. Такой была информационная картина четверга. Обо всем важном и интересном сообщайте на горячую линию редакции 705-79-91. Смотрите наши новости на телеканале G-News и А1 каждый нечетный час. Мира вам и добра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова